Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я еще раз скажу, что до завтрашнего дня, 9 числа понедельник, неизвестно местонахождение Нефремова, поскольку по закону СИЗО сообщает в рабочий день ближайшему родственнику, куда этапировали. А этапировали 6 числа, ближайший рабочий день, понедельник 9, 10 Михаила Олеговича, день рождения. Этапировали, да, интересно. И вот председатель общественной комиссии Белгородской области, куда вроде как этапировали Ефремова, хотя официальной информацией они не владеют этой, и никто не знает, где он, и куда его этапировали. Наталья Сокольская, это вот председатель областной, значит, общественной комиссии Белгородской области, она сообщила, что, помимо всего прочего, что если будет этапирована Белгородская область, готова оказать всяческую там поддержку, что этапирование Ефремова может занять до нескольких недель. Значит, это она сказала в интервью РИА Новости. То есть, этапирование может занять до нескольких недель. Вчера, значит, я прочитал одну статью и писали в комментариях о том, что люди, которые ездили по этапу, сообщают, что это довольно самое сложное в отбытии наказания. Это именно этап. Почему? Потому что ехать очень долго, вагоны загоняют в тупик, публика едет разношерстная, то есть по разным статьям люди осужденные. И, в общем-то говоря, очень тяжелая психологическая атмосфера. Физически очень тяжело это вынести. В общем-то, когда Ефремов говорил, что он хочет остаться в хозоотряде, и думали, что он будет договариваться об этом, или его адвокаты и так далее, он именно ссылался на то, что вот в холодных вагонах, как он выразился, в которых этапируют заключенных, при его букете хронических заболеваний ему будет очень сложно. Но я не могу представить, на самом деле, Михаила Олеговича в вагоне, переполненном, грубо говоря, людьми осужденными по другим статьям. И с этим букетом хронических заболеваний несколько недель передвигающимся к месту отбывания наказания. Еще раз скажу, что пишут, что вагоны и в отстойники ставят, и по нескольку дней перецепку делают и так далее. Кого-то куда-то, кого-то сюда, кого-то туда. То есть, очень длительный этот процесс. То есть, не так, что сел в вагон, и Ефремов, так сказать, на следующий день вышел. Поэтому, я думаю, что стоит подготовиться тем, всем людям, кто следит за делом Михаила Игоревича и Ефремова. Дай бог, чтобы это быстро произошло. Ну вот, по словам, значит, председателя Белгородской области, председателя общественной комиссии Белгородской области Натальи Сокольской, этапирование может занять до нескольких недель. С вами был Будда Гришна. Ребят, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Что тут думаете, все понятно уже, но что-то, может быть, захотите написать. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой основной канал Будда Гришна, на котором вы сейчас находитесь, на канале саморазвития Будда Гришна, лайв, и добро пожаловать в мой инстаграм, Будда Гришна, нижний подчерк, не афишал. Всем пока, ребят, до встречи.